В индексе процветания Казахстан занял 72 место среди 149 стран, улучшив свои позиции по сравнению с прошлым годом. Таковы данные рейтинга, составленного Британским аналитическим центром. Всего же с начала составления индекса процветания государств мира в 2006 году наша страна поднялась на 20 позиций. Согласно данным специалистов, наиболее высокие показатели Казахстана в таких областях, как образование – 35 место и экономика – 46. Также, по информации Британского аналитического центра, наибольший скачок вверх на 24 позиции по сравнению с прошлым годом зафиксирован в разделе «Социальный капитал». Следует отметить, что индекс процветания стран мира – это комбинированный показатель, измеряющий достижения государств с точки зрения их благополучия. Он составляется на основе множества показателей, отражающих различные аспекты жизни общества и параметры благосостояния. В первой половине года индекс физического объема ВВП государств Евразийского экономического союза вырос на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. За 9 месяцев уровень промышленного производства стран вырос на 2,5%. Выпуск продукции сельского хозяйства увеличился на 3,2%. К 2025 году более 60% объема всех производимых услуг будет предоставляться в режиме единого рынка. По мнению специалистов, его формирование способствует развитию бизнеса в странах Евразийского экономического союза и созданию дополнительных рабочих мест. Стоит отметить, что Европейский союз остается одним из главных торгово-экономических партнеров ЕАЭС. Так, в общем объеме экспорта более 50% приходится на страны Евросоюза. «Переход к новому витку отношений потребует интенсивной и кропотливой работы правительств наших стран. Активное взаимодействие между двумя интеграционными объединениями открывает широкие возможности для ускорения экономического развития государств», заявил министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимур Жексылыков. Национальная компания «Разведка добыча казманной газ» объявляет о намерении осуществить выкуп своих глобальных депозитарных расписок и произвести делистинг с лондонской и казахстанской фондовой бирж. Как сообщает пресс-служба, цена за одну расписку составляет 14 долларов. В случае одобрения акционерами национальной компании внесения определенных поправок методологию оценки стоимости акций, а также при приобретении такого количества глобальных депозитарных расписок в рамках условий, которые обеспечат казманной газу возможность осуществления по меньшей мере 75% прав голоса в «Разведка добычи казманной газ», планируется осуществить еще одно тендерное предложение. Его цель – приобретение всех находящихся в обращении простых акций, не принадлежащих национальной компании «Казманной газ» на тех же экономических условиях, что и тендерное предложение в отношении глобальных депозитарных расписок. Специальную экономическую зону «Астана-Технополис» на площади 584 гектара создадут в Казахстане. Она появится на территории столицы. Общий объем инвестиций к 2027 году ожидается на уровне 40 миллиардов тенге. На отечественное финансирование придется 32 миллиарда. Предполагается, что объем производства в стоимостном выражении через 10 лет достигнет 100 миллиардов тенге. Долю казахстанского содержания планируется довести до 20%. Основными целями создания специальной экономической зоны «Астана-Технополис» будут инновационное развитие столицы путем привлечения инвестиций, использования передовых технологий и создания современной инфраструктуры. Также будут созданы условия для высокотехнологичных и конкурентоспособных производств в области обрабатывающей промышленности. Кроме того, от специальной экономической зоны «Астана-Технополис» ожидается оказание содействия в коммерциализации инновационных разработок. За 10 месяцев этого года добыча нефти в Казахстане составила более 71 миллиона тонн. Экспорт достиг 57,7 миллиона тонн. При этом с начала года переработано более 12 миллионов тонн черного золота. Что касается объема добычи газа, то показатель составил 43,5 миллиарда кубометров. Экспорт достиг 13,8 миллиарда кубометров. За 10 месяцев этого года производство нефтяного битума составило 668 тысяч тонн. В том числе объем вывозов в такие страны, как Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан достиг 86 тысяч.